Да, темнеет очень быстро. И мне сейчас предстоит такая веселенькая посадочка, скажу я вам. Да, наверное, Серег, мы чуть-чуть, на пять минуточек переиграли. Давай левым диражом на сторону Луну хоть уже Луну поснимаем. Пропадать так с музыкой. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планера спорта. Демонстрируем вам рассвет в Провансе. Как это бывает. Как это выглядит. И самое интересное, мы вам демонстрируем Луну. Заходящая Луна, посмотрите. Должно быть хорошо видно на ваших глубоких экранах. Как выглядит Луна. Заходящая на западе. И вот она, Луна, заходящая на западе. А на востоке? А на востоке встает Солнце. Смотрите. Я вижу сейчас одновременно Луну. Ну, такое часто бывает. Луна и Солнце одновременно. Солнце одновременно. Солнце восходящее. И... Заходящая луна и плыв в волне. Высота у нас в 4 километра почти. А, вот сейчас-то вы видите. Преодоление рубежа в 4 километра. Одень к кислородик, а? Да, по тебе вон в конюле висят. Вставай потихонечку, да. Скорость ветра у нас сейчас 41 километр в час. Внизу, когда взлетали, было 80. Это одна из причин, почему волна не очень сильная. Потому что есть дырка метровая. То есть место, где ветер немножечко слабее. Но сейчас, по идее, с роста высоты он должен усилиться. Наш план подняться на высоту 5800 метров. И отправиться погулять над этими полями облаков. Вот этим счастьем. Но основное, это было, это посмотреть, как можно летать при Луне. Мы взлетели 45 минут назад, и за полчаса до рассвета. Мы взлетали, когда лунного света было несколько больше, чем света от Солнца. Ну, от Солнца и Солнца-то не было. Солнце, вы видите, вот оно только-только взошло. Вот оно появилось. Но оно взошло чуть раньше. Там просто облака, горы. Вот оно сейчас скарабкалось повыше. Сейчас мы его наблюдаем. Так, ну вот. Такой вот привет вам из Прованса. Коротенькое видео. О том, какое может быть летное счастье. Такого я сам еще не видел. Вот вы реально наблюдаете со мной. Первый раз в жизни моей. Вот такой вот лунный полет. Полет при Луне. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители плазирового спорта. Хочу вам показать закат Солнца. На высоте в 5800 мм. Оп. 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 Красиво. Красота у нас. Вот. 5800. Чуть-чуть мы там на 30 метров нарушаем. На приборе вот столько. На GPS сколько? 315. Ну, соответственно, я надеюсь, что мы домой прилетим быстро. А то в этих горах страшно. Там холодно уже влезу. У нас еще только линзы. Видите, линзы висят на где-то высоте. Вот. На них солнце, как видите, еще долго будет. Вот. А на нас уже скоро перестанет. Вот она коснулась в горизонте. Смотрите. Снег у нас тут уже в пологрызе. Вот, смотрите, вот она везет на горизонте. Сейчас его опять поглажу. Поглажу. Наше солнышко. Когда такое еще увидишь, а? Я сам в этом месте, честно говоря, первый раз провожаю солнце. Потому что обычно мы делаем это около дома. Ну, здесь редко встречишь волну. Ну, даже не столько волну встретишь. А эти горы обычно затянуты облаками. И, соответственно, опасность в чем? Что полетишь, провалишься под облака. И тут уже вот эти кучели. Ужас, ужас, ужас. Посмотрите, что вы вижу, как вы. Вот именно. Вот такая область, она может быть полностью затягивать все. Вон, литничочек. Смотрите, какой красивый. Вот. За литничком облачность. Темно уже так вообще. Сейчас посмотрим, как там у нас это солнышко. Еще раз манглан вам. Ой, красиво. О, уже коснулось оно. Коснулось. Ну, и смотрите, закат солнца вручную могу показать. Вот. Мы сейчас попробуем увеличить скорость до 200 км в час. Разглаван. Ну, вот, практически. Оп, оп, оп. 200-240. Опа! Есть! И теперь смотрите, у вас, вот. Должно оно появиться. Вот края сейчас. Вот оно. Еще есть. Есть, 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 есть. Самый кусочек есть. Есть, 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 есть. И вот теперь оно заходит по-настоящему. Оп. Все. Выше я уже не могу. До свидания, солнышко. Хе-хей! Тут уже, как говорится, или пропал, или пан. Я надеюсь, на первый вариант. Идем, Серега, пробуем? Давай. Через облако нырнем, в крайнем случае. Посмотрите, какая красота. Заходящее солнце, и мы рубимся. Закрылок на единицу. Вот. У нас уже вариантов других нет. Нужно здесь брать волну. Не, не смогли. Уходим назад. Не взяли мы волну. Но зато делаем красивое видео. Возьмем ее на Апотре. Был у меня план здесь взять. Очень нас сильно сбросило. То есть, несмотря на запас скорости, включенный перезонт. Я не трус, но я... Пилот осторожный. Смотрите, как вращают эти цевики. Минус пять у нас. Жарит вниз по полной программе. Все равно нам терять уже нечего. Да, Серега? Кроме, собственно, цепей. А волны нет. Ну и пес с ним. Зато, смотрите, как хорошо вокруг облаков всяких летаем. Так, высота 2200. Нормально. Ну, тогда вот так, ребятушки, закат встречаем. Вот таким вот макаром. Через красивые облака. На скорости 200. Нас тут повыряет со страшной силой. Но что делать? Чего не сделать, с ради красивых видов. Оп. 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 Да, может быть, Серега, хорошо, что нас сбросило, да? Зато какие-то видео. Какие видео красивые. 2000 метров. Ну, а сейчас будем закругляться в сторону дома. Значит, можно нарваться на приключение. Оп. Разворот в коридрому. И вот эти облака, мы еще тоже попадем в них. О, минус 5 метров. Валим. Догаты. Ну, вот, друзья мои, как это все лихо выглядит. Ну, в волне было интересно. А сейчас видите, как у нас трясет, как крылья отрабатывают. Оп. Это восходящая часть небольшая. Ротор. А я впереди вижу ротор, который мы можем, которым мы все-таки можем воспользоваться, может быть. Нам, конечно, сейчас сольет, но здесь не по-детски. Нам придется через ущелье идти. Ну, вот, друзья, мой вечер перестает быть томным, как это выглядит. У нас, ну, сказать, что высоты совсем нету, но, посмотрите, что творится. Стрелка везет на минус 5. А у нас еще, видите, камера торчит, которая жрет сопротивление, дает большое. Так, чтобы, знаете, вы видели, какие мы мужественные пилоты, как мы мужественно боремся. Оп. Как мы мужественно. Ого, го, го, какой ротор лихой. Может, здесь волна будет? Ну-ка, Серега, пройдем вдоль облака. Я, конечно, сомневаюсь, что здесь будет волна. По крайней мере, мы используем все возможные варианты. Валим домой. Ну, нас чуть придержало и раздержало. И раздержало. Наша долина прямо по курсу. Болтаночку вы сейчас наблюдаете, настоящую боевую. Я бы так сказал, из десяти возможных сейчас где-то пять. Вот сейчас уже шесть. Оп. Это какая-то... Пилоты отважно рулили самолетом. Нет. Ну, это нормальный рабочий процесс, но неприятная могла быть ситуация, если бы у нас там чуть сильнее, чем пять метров слила. На вот этот вот хребет надо переваливать, на который крыло показывает. И вот мы сейчас его спокойно переваливаем за пасиком. Оп. И может даже за ним попадем в какую-нибудь валушечку. Проходим аэродром Аспермонт. Вот он на картинке. Запасной наш аэродром, на который можно было бы признавиться. Вот я им сейчас его покажу вот под нами. Видите? И вот где-то здесь за аэродромом обычно стоит волна тоже. Ряд ли какая луна слева. Где? Слева. О, да! Друзья мои, почти полная луна. Посмотрите, как это красиво. Вот смотрите, я сейчас Сереге какой гады сделаю. Вот я ему выпустил воздушные тормоза. Смотрите, а он еще тоже набирает при этом. Вы посмотрите. Змей какой. Посмотрите. Вот что делает, а? Даже с воздушными тормозами выпущены выбирают высоту. Убираю воздушные тормоза. Видите, как я его простимулировал. Так бы, может быть, и палкурил. А сейчас посмотрите, что творится, а? В волну зашел. Глянь, какая волна. Вот какая волна. Да, посмотрите, какая волна прекрасная. А на планере можно что сделать? Планер сильно разгоняешь, он пикирует, ныряет вниз. За это время солнце заходит, то есть ниже получается что. И потом с этой высоты чпок вверх свечечку, и мы опять видим солнце. То есть вот разность высот позволяет видеть солнце или не видеть солнце. Очень веселая, забавная явление. Какая у нас красота идет. И луна. Ты сменишь галст потом, чтобы луну поснимать? Да. Посмотрите, как можно красиво летать при луне. Вот у нас впереди луна, и при ее свете мы летаем. Я думаю, что и приземляться мы можем при свете луны. Серег, как ты думаешь? Да, конечно, можем. Можем, да? Магия. Переже у чужую волну и нашел ее. Значит, какой-то волшебный закат совершенно. Потрясающий закат, солнце уже село, а мы еще нет. Вот эти мои морды на фоне луны, как я прекрасен. В закатном сон, в закатном этом отблеске на фоне луны. Сейчас я прихоравшусь. Вот передаем мы с Сергеем вам огромный-огромный привет, Сереж? Да. Привет всем. Привет всем. И сейчас мы будем выполнять такую совсем вечернюю посадку. Серег, пожалуй, я, честно говоря, уже землю-то вижу, но чувствуется, что пора. Это тот самый миг, когда нужно выпустить воздушные тормоза. Серега, скорость 140, закрыла четверка, полностью выпущены тормоза, и 140, держи, я шасси вывалю. 6 дополнительных сопротивлений будет. И мы валим вниз, потому что очень быстро темнеет, и мне сейчас предстоит такая веселенькая посадочка, скажу я вам. Мы чуть-чуть на 5 минуточек переиграли. Давай левым диражом на сторону луны, хоть уже луну поснимаем, пропадать так с музыкой. На камере закат выглядит, я сейчас на камеру смотрю, он выглядит весьма прилично, а вот аэродром наш выглядит совсем неприлично, вот сейчас камера высветляет. Ага, хорошо. Друзья мои, вот вид на город Сер. Я думаю, что никакого подвига нам не предстоит, но в то же время все-таки нужно быть сконцентрированным и доложиться. Сер лопатинь и Виктор Даумен Клэннин Кулор. Поехали. Идем по ветру. Луч. Наглюдаю аэродром, в принципе видимость достаточная. Но, конечно, в следующий раз надо немножечко пораньше. Склон вообще не видно, Серега может сейчас склон наведет, поэтому, конечно, я иду не как обычно лихо-прилихо, а в задумчивость у некоторой. И держу скорость побольше, сейчас у меня 150 км в час, 150, 150, 150, 150, доворачиваю на полосу, в полости выпущены воздушные тормоза, скорость хорошая, упираю крен, чуть уменьшаю тормоза, прохожу деревья, полость выпускаю, и ни кера земли не видно, поэтому на высокой скорости лечу, буду далеко катиться, потому что земли не вижу, просто вешу-вешу-вешу-вешу, вешу на какой-то высоте, Вишу, 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 вишу Вишу, вишу, вишу Нормально Ну вот тот случай, когда расстояние до земли Очень сложно оценивается Поэтому я где-то выбрал высоту Порядка Наверное с метр И на этой высоте висел долго Пока скорость не уменьшилась И на уменьшенной скорости удалось все-таки Увидеть вот эти травинки, былинки Которые несутся И почувствовать вот это расстояние до земли Потому что самое неприятное Это на скорости просто воткнуть планер Поэтому я выровнялся высоко И по мере того, как проявлялась Структура поверхности Я приближался ниже и ниже Так делать не надо На самом деле мы сегодня Лишние 4-5 минут Это вот как это Как мне надо летать, вот как мы сегодня Как мы сейчас приземлились, это фубе Да, Серега? Тебе стыдно? Да нет, мне стыдно Не учитесь плохому Когда я не увидел расстояние Точной земли Я просто пораньше выровнялся И летел, летел, летел Ждал по мере Ну почему нужно было выравниваться На более высокой скорости Потому что у нас все-таки Извините, ветер там сейчас Был 40-50 км в час Поэтому вот это выравнивание На 140 я зашел До 120 сбросил на выравнивание Потом на 120 уже Дальше висел, висел, висел В итоге мягенькая посадочка Ну вот такая вот она уже Но могли мы сейчас разломать планер Ну как? Ну вряд ли То есть я же не выровнял он на 5 метрах То есть вот это расстояние Просто не чувствуется Вот это удаление от земли Полметра, когда вот ты на полметре Висишь, 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 висишь Вывешиваешь планер Он так потом так Чук И покатился Вот этого расстояния Вот самого вот этого точного не видно А расстояние в 2 метра там до земли видно Ну поэтому повыше И потихонечку Эгегей До новых встреч Ревар Ой